Жители общежития по улице Юности, 18 устали бороться. То ли с соседями, то ли с управляющей компанией. Общежитие находится в критическом состоянии. Все ободрано, антисанитария, говорят сами жители. За что мы должны платить? Многие и не платят. Огромные долги и бездействие коммунальщиков. Или шумиха напрасно? Это не кадры из фильма ужасов и не заброшенный дом. Это общежитие по юности 18. В таких условиях междуреченцы живут уже не один год. После того, как расформировали жилой фонд, убрали у нас вахту, и все у нас после этого и началось. В жилсервис обращались, то есть ничего не делается. Они говорят, что сейчас как запланировано, что мы за ремонт платим в квиточках у нас, что ждите это. В 2023 году у нас только ремонт. А жить невозможно. Отсутствие ремонта и освещения – не единственные проблемы юности 18. Нам нужно было спуститься в подвал. У меня муж туда спускался, там остатки мертвых животных, мертвые крысы. Вот до такого доходило. Это все пахнет, это все отвратительно. И в жучках. У меня на кухне холодная труба. Я позавчера позвонила в ЖЭК, они мне пришли, но она говорит, у вас на обратке стоит. Я говорю, у меня двое маленьких детей. У меня лед, у меня вот такой слой льда на окне. Я вот сейчас ночую у мамы в морозы, потому что невозможно дома находиться. И жалобу писали, и просили, чтобы нам ремонт сделали. Сказали, много долгов, но мы вам ничем помочь не можем. Долги действительно большие. В общей сложности более трех миллионов. Квитанции красного цвета это подтверждают. Красные квитанции, вот их намного больше, чем белых, кстати, есть. Можно посмотреть, видимо, это… Люди не платят, потому что ничего в общежитии не делается, вот такое что по отношению. Если бы хотя бы минимально что-то делала управляющая компания, люди бы старались, конечно, гасили бы долги. За что я должна платить? Вот мне вот этот интересен вопрос. И мне интересен вопрос, куда я плачу вот эти деньги сейчас за капремонт? Когда будет здесь ремонт? И то есть ничего они не говорят. Крик о помощи люди разместили в сети. Пост в типичном Междуреченске собрал комментарии горожан. Попробуйте сменить УК. Не только у вас такая картина. Почти во всех домах, которые раньше были общежитиями. У вас тут еще жить и жить, а вот у нас на Ермака-2. Не ковыряют у нас дети стены. Оно само все отпадывает. Свой комментарий дает и управляющая компания. За общежитие на Юности-18 отвечает Жилсервис. Учитывая, что в данном блоке имеется очень большая годовая задолженность не только 2018 года, но и 2017, и 2016, тариф в данном доме 12,48. Данный тариф не повышался уже в течение четырех лет. Поэтому и работы на данном доме возможно произвести только аварийного характера. Но это не только проблема данного МКД. Бывшие общежития, во всех бывших общежитиях такая проблема. Если сами собственники не возьмутся за работу, поэтому в данном доме надо выбрать совет дома. Именно вот в этом подъезде. Для текущего ремонта жителям необходимо составить смету, обратиться в управляющую компанию и вместе думать, кто же заплатит. А июнь продолжат следить за ситуацией. У междуреченцев еще много вопросов. С ними люди планируют обратиться к главе города и в госжилинспекцию. Сеня Колбина, Ирина Коваленко, Игорь Докучаев. Новости. Мой. Междуреченск.